Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, желание моего сердца обратиться сегодня к тексту Священного Писания, который записан в Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 23 глава, будем читать с 39 стиха. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, пред нами картина была распятие, три креста. Мы слышали гимн сейчас «Старый крест». Братья и сестры, на протяжении всей истории христианской церкви. Этих три креста. Этот, может быть, старый гимн, может быть, других исполнениям, всегда будет сопровождать нашу жизнь, пока церковь Господа Иисуса Христа на этой земле. Вы знаете, из описаний страданий Христа Дух Святой вложил особые слова в авторов евангелистов, которые писали о страдающем Христе. А именно, это последние слова нашего Господа, которые Он произнес на Голговском кресте. Вы знаете, это поразительная истина, когда руки и ноги нашего Христа были прибиты, и Он уже не мог совершать ничего, не мог ходить, не мог благовествовать, не мог исцелять, не мог брать детей на руки. Он говорил. И в истории христианской церкви, в истории служений, в практику это вошло в известные семь фраз Господа Иисуса Христа. Я очень кратко напомню эти фразы. Эти фразы можно заглавить короткими словами. Первое слово – это было прощение. Помните, Иисус же говорил им, «Отче, прости им, ибо они знают, что делают». Второе слово – это было спасение. Иисус сказал, обращаясь к разбойнику, «Ныне же будешь со Мною в раю». Третье слово, которое Господь произнес, это была любовь. Иисус проявляет заботу и любовь к Своей Матери и говорит, «Жена, си сын твой обращается за ученика». Потом обращается к ученику, «Си матерь твоя». Четвертое слово – это было слово мучения, которое испытал наш Господь. Обращается к Отцу Небесному. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» И пятое слово, оно выражает страдания, ужасные страдания Иисуса Христа на кресте. Иисус говорит одно слово – жажду. Шестое слово – это искупление. Когда Иисус вкусил уксус, Он сказал, «Совершилось». И седьмое слово – это преданность Себя Богу. Иисус возгласил громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю Дух мой». Братья и сестры, мы как-то уже рассматривали над двумя словами Господа Иисуса Христа, произнесенные на Голговском кресте. И в это воскресенье сегодня, когда мы собрались, чтобы совершать заповедь Иисуса Христа, вспоминать Его страдания, в желание моего сердца обратиться еще одному слову, слову, которое Он обратил к разбойнику. Со словами, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Братья и сестры, одна короткая фраза. Но сколько в ней истины, братья и сестры, сколько в ней силы. Знаете почему? Потому что передается вся, весь Евангелие. В этих словах передается вся сила и суть Евангелия. Это не случайно. Братья и сестры, если бы Бог хотел показать, как велика Божья любовь, как велика Божья благодать, как велика Божья сила в спасении грешника, Братья и сестры, если мы себе представим, что если бы не было других слов в Евангелии, и не было других примеров в Священном Писании, где показано было, как Христос спасал грешников, а было только представлено этот случай, и эти слова, братья и сестры, и этого было бы достаточно для того, чтобы грешники могли входить в самое небо. Это потрясающе, братья и сестры. Это удивительно. Этот ответ Христа разбойнику, который он сказал, говорит очень важной истины следующее. Для того, чтобы войти в небо, быть спасенным, необходимо покаяние и личная вера. И этого достаточно, я сегодня скажу. Несмотря на то, что Евангельская весть проповедуется почти две тысячи лет после распятия и воскресения Иисуса Христа, тема спасения сегодня остается все еще очень актуальной среди проповедников, богословских кругов, среди церквей, как спастись, на каком основании, что для этого нужно, что нужно сделать, каким образом нужно жить для того, чтобы грешник, который живет на земле, мог войти в небо. Братья и сестры, вот приводя этот пример, эту ситуацию, которую мы только что прочитали, мы должны брать во внимание, что разбойник, который висел на Голговском кресте, он не имел возможности принять святое водное крещение. Разбойник, который висел на Голговском кресте, он не мог служить Господу, совершать добрые дела, посещать собрания, трудиться в церкви, он не мог принимать вечерю Господнюю, он не мог многие вещи делать, то, что мы должны, братья и сестры, и все то, что я перечислил сейчас, это очень важно, это очень необходимо, это нужно делать, братья и сестры, и это имеет отношение к этой земной жизни, это будет иметь последствия, братья и сестры, в вечности, когда мы предстанем пред Господом, и Бог будет давать оценку нашей жизни, нашему служению, нашим словам, и все, что мы делаем, доброе или худое в теле, братья и сестры, но все, что я сейчас сказал, абсолютно, ни на грамма, не добавит права войти в вечность. Почему? Потому что Господь на этом примере показал, для того, чтобы быть спасенным, необходимо следующее, личное покаяние, сокрушение, осознание себя грешником, и личная глубокая вера в распятого. Это и есть Евангелие, братья и сестры, благодать Божия, которая проповедуется сегодня для образованных людей, интеллектуалов, для людей, которые живут, может быть, где-то в джунглях, те, которые лишены цивилизации, люди, которые не могут читать, писать, не понимают глухих, слепых, те, которые, может быть, совершенно умственно осталых, для них это Евангелие, братья и сестры, но не забывайте, что и для нас это Евангелие, и цена не понизится. Братья и сестры, что делает особо привлекательное в этой истории, в этом спасении этого грешника, я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые истины, на некоторые картины. Первые, братья и сестры, давайте посмотрим спасение этого грешника. Первые – это обстановка, на первый взгляд по-человечески, совершенно неподходящая для спасения этого человека. Если мы ближе подойдем к Голгофскому кресту, братья и сестры, если бы мы находились там, на Голгофе, мы близко подошли и посмотрели внимательно на эту картину. Три креста, и посредине висит тот, о котором пророк Исаия говорил такие слова, он был обезображен, падше всякого человека. И мы, братья и сестры, отвращали лицо свое от него. Почему? Потому что, братья и сестры, он был обезображен. То, что он прошел сквозь вот этот строй, где собрали на него весь полк, где люди, эти воины, опытные в боях, знали, как наказывать преступников, они знали, как совершать казнь, они знали, как причинять боль, они знали, как делать человеческое тело в страшную картину, страшное месиво, ничего живого там не было. Братья и сестры, невозможно было смотреть на Христа. Христос терял свои силы. Это была самая страшная казнь, которую придумали когда-либо люди. И римляне делали эту казнь, зная искусно, чтобы причинить страшную боль. Христос терял свои силы, у Него его не было физических сил. И в такой момент, братья и сестры, когда Сын человеческий и Сын Божий доживал, может быть, последние часы на Голговском кресте, Бог являет Своё могущество и Свою силу. Будем помнить, братья и сестры, что Бог спасает Словом. Когда руки и ноги были прибиты, у Господа были уста. Помним, что вначале было Слово, и Словом Бог образовал эту землю, вселенную. И Словом Бог спасал людей и спасает. Но у Господа были уста, и он самый неподходящий момент, он совершает чудо благодати. Он спасает грешника, которому осталось совсем немного, чтобы перешагнуть порог ада и вечного наказания. Братья и сестры, мы можем вполне быть уверены, если тогда Господь Иисус Христос, лишенный физической силы, но не лишенный силы духа, силы благодати и любви погибшему грешнику, братья и сестры, тогда Он спасал, тогда сегодня, когда Он прославленный одесную Отца, как Слово Божие говорит, поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Благодарность Господу, братья и сестры, за то, что мы имеем такого Спасителя, который до последнего думал, помышлял, как бы отвергнуть, спасти и отверженного грешника. Это первое, братья и сестры, на что хотелось бы обратить внимание. Вторая истина, вторая красота благодати, братья и сестры, на что хочу обратить внимание, это вера разбойника. Друзья, это вера. Мы сказали, что для того, чтобы войти этому грешнику, вечно спасенный, необходимо было сокрушенное сердце, необходимо было покаяние, осознание, что он виновен. А второе, необходима была вера разбойника. Братья и сестры, что разбойник видел пред собою? Это не было на Галилейском озере, где Христос проповедовал с лодки, окруженные учениками. Это не было где-то, знаете, на публике, где люди слушали. Это не было там, где Христос совершал чудеса, преломлял хлеба, исцелял и спасал людей. Нет, это не было. Что видел разбойник пред собою? Он видел же такого же, как он, избитого, распятого человека, который висел на Голгофском кресте. И как пророк Исаия, еще раз говорю, мы отвращали от него лицо свое. Почему невозможно было смотреть? Братья и сестры, смогли бы мы с вами? Если мы себя представим на месте этого разбойника, давайте, братья и сестры, на какой-то миг представим себя на месте этого разбойника. Мы так же несчастны, наше тело страдает, наши руки прибиты Голгофскому кресту. Мы испытываем ужасный агонь, и смерть приближается. Смогли ли бы мы поверить в Того, Который висит рядом? И сказать эти слова. Помяни меня, Господи! То есть, вспомни обо мне. Я думаю, братья и сестры, если бы апостол Павел писал 11 главу послания евреям еще раз, и в 11 главе названа глава героя веры, я думаю, что вот этот разбойник должен находиться тоже там, в числе одних из героев веры. Братья и сестры, необходима была вера, живая вера, которая вцепилась, может быть, как горчичное зерно, но которая как бы схватилась в Господа Иисуса Христа, она была как скала непоколебимая, ни физические муки, которые он испытывал, ни толпа, которая стояла, обстановка не благопрепятствовала этому. Можем себе представить, помните, люди стояли, первосвященник, религиозные лидеры, фарисеи, насмехались, упрекали, если ты Сын Божий, садись с креста, уверуем в тебя. Ничто не благопрепятствовало этому, братья и сестры, его товарищ, который висел рядом, он тоже поносил Господа Иисуса Христа, да и сам он какое-то время назад тоже издевался и смеялся над Господом. Что произошло, братья и сестры? Я до конца не могу понять, как приходит в сердце вера. Откуда вера нам пришла? Мы говорим, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Что он слышал раньше? Какова жизнь этого разбойника была? За что его распяли? Да, это был негодный человек, который был виновен против закона человеческого и Божьего закона. Возможно, он грабил, возможно, он убивал, но он был негодный человек, который приговорили к смертной казни через распятие. Откуда в его сердце вера? Я не знаю, братья и сестры, это дар Божий, это благодать Божия. Бог показал на этом примере этого человека, что Бог спасает и каким-то образом рождается в сердце человека живая вера. Я не могу этого объяснить, у меня нет ответа. Он ничего худого не сделал, но это было действие Духа Святого, это было рождение, это было исповедание, братья и сестры, я собираюсь восхвалять сегодня веру этого разбойника. Я сегодня хочу восхвалить благодать Божию, которая дала ему эту веру. Я сегодня хочу восхвалить нашего Господа, когда мы с вами преклонимся, чтобы наше сердце и уста не молчали, братья и сестры. Я хочу сегодня восхвалить того, который висит посредине. Вися на Голгофском кресте между двумя разбойниками, Христос еще раз подтвердил свой статус. Помните, его упрекали, упрекали фарисеи и книжники за то, что он ест и пьет с кем? С мытрями и грешниками. И Христос подтвердил свой статус, что он друг, друзья мои, не просто, он не отдаляется, нет, наоборот, он приближается, он говорит, я есть друг мытарям и грешникам. Вот этот разбойник, он был представитель, братья и сестры, тех, которые опустились на самое дно, где ничего доброго, святого, ни по-человечески, ни по-божьему уже нету. Все, что люди смогли для него определить, это прибить его на крест, для того, чтобы он умер, как негодяй, который ничего не заслужил. Вот какой компанией находился Иисус Христос в последние часы своей жизни. И Христос сказал, но для этого я и пришел. Я пришел призвать неправедников, братья и сестры, я пришел призвать неправедников, а грешников. К чему? К покаянию, Он сказал. И Он доказал свою миссию, Он доказал свое служение. Братья и сестры, третья истина, она особо дорога как-то для моего сердца. Вы знаете, когда я читал этот текст, размышлял, особо дорога для моего сердца, думаю, что для вашего тоже будет. Она заключена в 42-м и 43-м стихе. Вы знаете, эта истина заключена в кратком диалоге, который произошел между разбойником и между Господом Иисусом Христом. Два несчастных, по-человечески говоря, человека, который умирает, простите, в агониях, в мучениях, в страданиях. Кто интересовался и кто читал, кто слушал, может быть, проповеди, читал литературу, историю, что испытывает распятый человек, братья и сестры, это ужасно. И между двумя людьми произошел короткий разговор. 42-й стих записаны 8 слов. Это обращение разбойника к Иисусу Христу. Давайте посмотрим внимательно на них. «И сказал Иисусу», то есть разбойник, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Братья и сестры, мы видим, что вера, которую Господь уже дал ему через благодать, она открыла глаза на его состояние, и он ничего худого не сделал. На что мог надеяться этот разбойник, который знал, что через несколько, может быть, часов, я не знаю, прошло, и он окажется там, в глубине преисподней, где начнется для него вечные муки и осуждения. На что он мог рассчитывать? Может быть, вися на Голговском кресте, помните, там была особенность, была надпись, которую Пилат прибил, что там было написано, помните? Все цары иудейские. Может быть, эти слова, я не знаю, но что-то в нем пробудило, и он обращается к нему, к Иисусу Христу, и говорит, вспомни меня, Господи. Обратите внимание, он исповедует его не учитель, не рави, не добрый человек, Господом, не господин. В оригинале написано, Господом признает его Творцом вселенной, Господом спасителем признает его. Помяни, вспомни меня, Господи. Он хорошо знал, верил, что он Христос идет в царствие его. И вот, когда ты будешь там, Господь, вспомни обо мне, все, что он надеялся, все, что он хотел, чтобы великий царь вспомнил о страшном разбойнике. Давайте посмотрим 43 стих. Это ответ Иисуса Христа. Восемь слов. И сказал ему, Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Братья и сестры, как вы думаете, когда этот человек когда-то воспитывался, может быть, в семье, может быть, в неплохой семье, мы немного знаем его историю жизни, мы не знаем его родителей, мы не знаем его имя, мы не знаем биографию, он вошел, как разбойник в историю. Что он слышал в течение своей жизни, ведя такой образ жизни? Может быть, в детстве, конечно, слова матери, отца, друзей, но когда он определился своим образом жизни, когда стал на преступный путь, что он слышал от людей? Проклятие, ненависть, хулу, поношение. И последние слова, которые он услышал, приговор смертный, распятие. Братья и сестры, что он услышал от Господа? Вы знаете, я вижу в этих словах Иисуса Христа, обратите внимание, как Христос говорит. Первое, что он говорит, истина. Братья и сестры, когда Христос говорил это слово? Я вижу в нашем Господе распятом, страдающем, вижу великого Учителя и Господа. И когда Христос провозглашал свое слово, когда Он проповедовал, Он часто использовал это слово истина, истина, говорю вам. То есть, нет никаких сомнений. Он не сказал, может быть, надеюсь, я подумаю, как мы говорим, нет, Он говорит истина. Братья и сестры, какая сила слова, братья и сестры, какая сила слова. Второе, что Он говорит, ныне же будешь, не пройдешь через честилище какое-то, никогда-нибудь, я приду, посмотрю, посоветуюсь, нет, ныне же, сейчас. И дальше, братья и сестры, самые драгоценные слова, которые есть во всей Библии, я уверен, вы согласитесь, со мною. С кем? Со мною. Братья и сестры, теперь давайте представим на минуту, представим, если настолько это возможно, по-человечески, когда Христос предал Дух Отцу, Он сказал, Отче, в руки Твои предают Дух Мой. Что произошло там? Какая слава, какое поклонение, какое великолепие. Все небо пришло в движение, братья и сестры, аминь. Все небо пришло в движение, потому что встречали Господа, встречали Спасителя, Тот, Который входил в самое небо. Братья и сестры, если бы нам сказали, как вы думаете, кого Христос мог бы взять из этой земли, для того, чтобы стоял с Ним кто-то рядом, кого бы вы предложили? Может быть, Стефана, первомученика? Может быть, из ветхозаветних праведников, кого-то из святых, которые рядом бы стояли, хоть как-то, может быть, достойно, пройдя путь скорбный, испытаний, остались верны Господу. Это было бы как-то достойно, правда, возле Иисуса Христа. Как мы говорим, ну не стыдно постоять с таким человеком. Братья и сестры, кого за руку взял Господь? Кто стоял рядом с Ним? Негодный человек, разбойник. Вся слава, которая принадлежала Христу, пели, входил во Святое Святых, входил в присутствие Отца Небесного и входил не один, входил с разбойником. Что испытывал разбойник, братья и сестры, невозможно представить, правда? Сколько торжества он был, вообще он должен был находиться где? Там, в преисподней, в аду, и там, где его ожидали, где, наверное, дьявол радовался, и вдруг он оказывается рядом со Христом. Говорит, ныне же будешь со мною, где? В раю, как долго, во веки веков, навсегда. Что может передать, братья и сестры? Невозможно писать ни стихотворение, ни музыка, ни проповедь. Бессильны наши слова, братья и сестры. Пройдем вечность, братья и сестры. И знаете, что мы переживем? То, что переживал он. И последняя короткая мысль. Давайте посмотрим на себя. Братья и сестры, вы бы хотели быть на месте разбойника? О, нет, что вы, мы же не разбойники, не убивали, не воровали, не прелюбодействуем. Все хорошо. Братья и сестры, я бы хотел. Не бойтесь стать на эту ступеньку. Есть для плачущих земли место у Креста. Братья и сестры, только там истинно познается благодать Божия. Только вот на этом месте разбойника, братья и сестры, мы поистине познаем, изливается вся любовь, вся милость, вся прощение. Писание говорит, нет праведного ни одного, все совратились с пути до одного негодный, братья и сестры. Если мы будем смотреть во свете Слова Божьего, если мы будем смотреть на себя честно, беспристрастно, так, как смотрит Бог, то мы согласимся, все согрешили. Я такой же негодный, как этот разбойник. Бог не разделяет людей на категорию хороших или менее хороших, на тяжких грешников, порядочных или безбожников. Бог разделяет только на кающихся грешников, которые приняли благодать Божию и ту веру, которую Господь им дал. И те, которые говорят, я не таков благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь. Поэтому, братья и сестры, сегодня у нас время, когда мы собрались для того, чтобы стать перед распятым. Я предлагаю стать вместе на этом разбойником, смириться пред Господом. Пусть наши сердца будут открыты особой благодарности. И тогда мы услышим эти драгоценные слова, когда придет время перехода с этой земли, братья и сестры. Нет ничего более прекрасного, счастливого услышать вновь слова Господа. Ныне же будешь со мною в раю. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok